С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем выкладывать видео обо всем интересном вокруг нас. Этим видео мы заканчиваем тему полнолуний в 2021 году. Сегодня у нас очередная полная и последняя в уходящем году луна. Декабрьское полнолуние известно нам как холодная луна, по-английски cold noon. Официально в этом месяце луна станет полной 19 декабря в 4 часа и 35 минут по гринвичу, что соответствует 7 часам и 35 минутам по московскому времени. Поэтому, как мы все понимаем, наблюдение за холодной полной луной на нашем небосводе переносится на вечер следующего числа. А вообще близкую к полной луну можно наблюдать и в окрестные ночи. Учитывая то, что холодная полная луна наступит за два дня до зимнего солнцестояния 21 декабря, когда ночь северного полушария станет самой продолжительной, то и полнолуние в этом месяце станет самым продолжительным для наблюдений в году. В связи с этим в некоторых северных странах Европы это полнолуние достаточно часто называют еще и луной солнцестояния или же луной длинной ночи. Название cold moon, то есть холодная луна, сейчас является официальным названием декабрьского полнолуния в Европе и Северной Америке. Его происхождение, наверное, слишком долго разъяснять не стоит, поскольку погода в этот период больше части северного полушария, когда ночь заметно превосходит цветовой день далека от мягкой и теплой. Как альтернатива этому названию, в некоторых источниках все по той же причине встречается еще и морозная луна или зимняя луна. В Северной Европе это полнолуние называют еще и детской луной, потому что дети, которые должны рано ложиться спать, все еще могут увидеть небесное шоу. Старые европейские названия последнего полнолуния перед зимним солнцестоянием включают дубовую луну и луну перед Йолем, трехдневным языческим праздником зимнего солнцестояния, который отмечался в дохристианской Европе. Лишь в X веке король Норвегии Хокон Первый связал Йоль с Рождеством, когда начал знакомить подданных с крестьянством. Затем эта практика распространилась и далее по Европе. С началом колонизации Северной Америки название «Рождественская луна» перекочевала в новый свет и за первыми колонистами. В свою очередь название «Дубовая луна», распространенная в свое время в средневековой Европе, можно, пожалуй, связать с друидами, древним народом, жившим на территории современной Британии и Франции. Согласно тексту первого века нашей эры римского историка Плиния Старшего, друиды собирали амелу с дубов. Амела – это вечно зеленое паразитическое растение, которое растет на разных деревьях, часто видна в зимние месяцы, когда деревья хозяева теряют листья. Его маленькие липкие беловатые ягоды как раз появляются вперед с октября по декабрь. В то же время у кельтов это была мрачная или же длинная луна, у индейцев чарок и снежная луна, у шиенов голодная луна, у китайцев горькая. И только у народов южного полушария данное полнолуние имеет более веселые и не депрессивные названия, такие, например, как клубничная луна, медовая луна или же луна розы. Что и не удивительно на фоне того, что декабрь у них это первый летний месяц. Самый зрелищный период при наблюдении за холодной луной всегда наступает после захода солнца, когда диск луны выглядит больше обычного и приобретает оранжевый оттенок. И не забывайте, что луна будет выглядеть полной несколько ночей подряд, то есть с 18 по 21 декабря. А этого, как мы думаем, вполне хватит для того, чтобы сполна насладиться ее волшебным видом. Если погода не подведет, что в северном полушарии встречается довольно часто, то полная холодная луна вместе с яркими планетами Венера и Сатурном и Юпитером, которые все еще стоят в ряду в виде своеобразного небесного парада, а также с яркими звездами зимних созвездий, станет прекраснейшим объектом для наблюдений. Поэтому спешим наблюдать. С наилучшими пожеланиями канал VideoNews надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok